Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня из главы... Так, что это такое? Это у нас... Да? Алло-алло? Это глава Хукат. Да, это глава Хукат. Дело в том, что из-за того, что второй день Шевуот выпал на Шаббат, у нас есть расхождение о Израиле и диаспоре. Но на следующей неделе эта диаспора, которая состоит в две недели главы, таким образом догоняет Израиль. А сегодня мы рассмотрим из главы Хукат двадцать первый параграф Каф-Алев из книги Бамидбар. Я очень признательна Анне, которая подготовила материал. И, собственно, она же его и демонстрирует. Я участвую, но, с вашего позволения, выключу камеру, потому что, честно говоря, немного приболел. Так, с вашего позволения, начну. Так, и услышал Хана Анеец, царь Арата, сидящий... Йошев, да? Да. Сидящий, живущий, находящийся на юге, в пустыне Нагер, да? Что идет Израиль дорогой, а Атарим дорогой как? Как это можно сказать? У меня варианты, как перевод, дорогой разведчиков. Потому что, либо дорогой, как имя собственное, Атарим, либо это дорогой разведчиков. Потому что, вообще-то, Раша предлагает, что это та самая дорога, о которой шли когда-то разведчики. Сок, там, 38-38 лет назад. Понятно. Это уже согласно Раши. А по прямому тексту Атар – это просто местность, это некая территория. Вот слово это более арамейское. И в современном иврите используется оно, кроме того, еще как сайт, сайт интернетный. Так? И воевал с Израилем, и взял из него пленных. Шеви – это пленный, да? Пидион швуим – это, мы знаем, да? Выкуп пленных. Да, причем пленник, пленник, как говорят комментаторы, был один, это была женщина, уже пленница, пленница рабыня, то есть, как бы, пленницу, пленил пленника, то есть, который уже был пленником. То есть, как бы, наименее ценное что-то, да? Но, тем не менее, все же это было, да? Так, здесь у нас есть какие-то слова, кроме Шеви, которые следует пояснить, объяснить. Ваишеба, вот, даже Ваишеба, так вот написано, да? А, фишка-то в чем? Что тут пишут, что царь, это самый Кнаони, царь Арады, на самом деле был Амалек, вот. Вот, эти Амалекитяне услышали, что умер Аарон, и отошли от облака славы, которые закрывали обычно израильтянкам, прятали от всех врагов, и они 40 лет бродили, и никто не знал вообще, что они там бродят. А тут они отошли, и все сразу их увидели. Все полезли. Первым полез Амалек, потому что он был самый враг-враг, такой враг прям. Они прикинулись Кнаониями, потому что, значит, если израильтяне начнут молиться Всевышнему, помоги нам против Кнаонияев, то молитвы пойдут не по адресу. Да, да. Но... Но они просчитались. Да, да. На наше счастье. Ладно, спасибо. Так, я передаю микрофон Анне, и с вашего позволения выключай камеру. Да, 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 конечно, конечно. Вы там полежите, отдохните. Давай, я участвую. Я с вами. Хорошо. Так, Анна, просим, Бет. Так, Бет. Ваидар, Исраэль, Недер, лэшем, ва Йомар, имна тон, получается. Там, по-моему, ты у меня. Натан, или Натон, Титэн, эт Агаам, Азэ, Баяди, ва Ахарамта. Ахарамки эт Ахарам. Да, Ахарамки, да. Ахарамки, да. Ахарамки, да. Ахарамки, Ахарамки. И Идар, это Недар. То есть, как бы, получается... Да, Идал, Кля. Видимо, Ифиль, видимо, Ифиль, видимо, Гедир, как Ифиль, поклялся Исраэль, дал Исраэль обет Всевышнему и сказал, если предашь, предашь, ну, тут усиление даже, Натан, Титэн, дашь преданием, преданием дарование. Дарование. Да, да. Этот народ, этот самый, причем не указано было, какой народ, а вообще народ просто, вот какой там... Ну, да. В наши руки, в руки мои, вернее, получается, ядинь, то я его, как бы, сделаю, ну, Хрим, это как вот, как бы, отчужденным имуществом, имеется в виду, что это не трофей военный, это некое, будет посвящено Всевышнему. Вот, раз считают, что это будет посвящено Всевышнему, я не знаю, каким образом, это будет дар, как храмовый дар или что-то такое, не очень понимаю, мы это посвятим их городам, мы их сделаем обреченной добычей или что-то такое наподобие, вот как-то так. Да? Да. Да, верно, верно, спасибо, прекрасно. Как Хрим, но это именно как отчуждение, то, что запрещено, запрещено трогать. Отчуждение от общины, но здесь имеется, ну, так сказать, здесь имеется, конечно, не от общины, это отчуждение, посвящение Всевышнего. От своей собственности, то есть это не будет обычными военными трофеями. Да, да. Так. Гимель. Ага, теперь, теперь Тимофей, да? Да, Гимель. Гимель. Ваш машин беколь Исраэль вайтэн эт акнани ва яхарэм эдээм вэк аэхэм вайкрашем амаком хорма. Хорма. Хорма, да, как хурма. Да. Так. И услышал Всевышний голос Израиля и дал кнайнецца. Кнайнеццев, наверное. Да, передал буквально. Да. И яхарэм тоже предал, отрезал. Ну, практически, да. Отчуждил, отчудил. Да. Отчудил их и города их и назвали место это хорма. Хорма. Совершенно. То есть, как раз вот то, что отчужденное место, которое было отчуждено. Ну, да. Как евреи сказали, так Всевышний и сделал. Да. Да, спасибо, прелестно. Так, 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 так. Отарим. Хорошо, теперь далее передаем Юлию. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Юлия. Надеемся, что у вас все нормально и вы будете нас посещать. С Божьей помощи. Бадарых. Бадарых. Ага. Это в этом, в паузе, да, здесь? Ну, это ударный Сегул на конце фразы переходит в Камац. Так, и они, значит, двинулись от горы Хор Дорогою Дорогою Это вот Ямсур. Я думаю, просто я Аямсур, да, Ямсур, но море вот это вот Тростниковое. Тростниковое. Оно же красное, вроде кого. Ну, по большинству мнений, да. Чтобы вернуть Чтобы обойти, наверное, обойти кругом Эрец Эдом. Страну Эдом. Да. Так, и Экцар Экцар это сокращаться. Да, да. И сократилась душа народа, оно имеется в виду население, наверное, да, количество людей. Нет, имеется в виду как бы сжалость от недовольства. Психологическое состояние. То есть им как-то было очень стало от этого не по себе, что они как-то блуждают. И там еще речь о том идет, что им пришлось повернуть как бы немножко назад. То есть они как бы пошли вперед, потом возвратились назад, и люди решили, что мы возвращаемся в пустыню, и стали жаловаться, что что-то нам опять мы туда, не туда куда-то идем. 40 лет мы ходили, и вот уже вроде бы кончилась зера Всевышнего, и мы уже близко от границы, но вместо того, чтобы идти прямо, мы опять идем в обход. Вот, а там там же будет сказано, ну, правда, книги Дворим, что царь Дума их тоже не пропустил пройти по своей земле, поэтому пришлось вот огибать. Или здесь, а, или в предыдущей главе, по-моему, сказано было, не помню, где там, что, в общем, они обратились тоже с просьбой пройти по земле Дума, а те сказали, что ничего подобного. И к вам, да. А воевать с ними было нельзя, потому что они, так сказать, не велено нам с ними начинать. как сказал Остап, никто нас не любит, кроме уголовного розыска, который нас тоже не любит. То есть, как сакатьясь душа, имеется в виду, как они обозлились? Ну, как-то поплохело им, короче, ну, как-то так. Поплохело каким-то образом, да. Так, у нас Людмила, Людмила пришла, у нас пришла Людмила. Людмила, прекрасно. РФ ТОВ. Добрый вечер, да. Людмила тоже не было у нас в последнем занятии, так что мы снова вам рады. Да, может быть, болело, может быть, болело, или что-то случилось. Всяко бывает, всяко, да. А что это за табличка такая? Это у меня, я не знаю, как удобнее, как больше нравится. Видите, мне лично больше нравятся таблицы, но, может быть, людям больше нравится, как вот было просто текстом, поэтому тогда я буду делать текст. А, нет, табличка тоже очень удобно. Справа текст, слева, слева к нему комментарии и словарь. А вот мне кажется, что одновременно и словарь, и текст как бы удержать поле зрения удобнее. Интересно, да. Да, правда, правда, это удобнее. Верно, верно. Не знаю, может быть, как прежняя форма удобнее, я не знаю. Мне почитать, да, сейчас... Ну вот, мы остановились вот здесь, на хэй, да, вот он. Да, да, да. Вэйдабэр... Ой. Вэйдабэр... Ам... Вэлаким... Вэ... Моше... Моше, да. Ам... Гэээлитуно... Гээлитуно, да. Немножко мелко, правда, ничего. А сейчас я попробую расширить. Так, не так. Мимитераем, ламут, бамидбар. И сказал народ Всевышнему и Моше, почему нам, да? Нам или что это? Так, сейчас, я подключу. Почему? А это... Я в этого слова не стала... Да, поднял, правда, Элиту? Сейчас скажу. Элиту? Почему вы подняли... Элиту? Ну, то есть, Элиту, значит, вы, вы нас, да, вы нас. Разняли из Египта умирать в пустыне. Сейчас, секунечку. Попробуй попорше, покрупнее сделать. Покрупнее сделать, попробую. Так, и там еще продолжение есть, бамидбар, и после бамидбар, еще двоеточие, еще продолжение. Ибо нет хлеба, нет воды, и душа до края, краю, да? Краю как бы? Наша душа... Да, да, да. В хлебе... Душа наша заканчивается, к ц. Да? Да? Короткая душа. Да, пожалуй, Подошла, границу. Да. Из-за хлеба вот это вот колокаль есть разные объяснения. Анна нам приготовила. Давайте Анна нам и расскажет. Ничтожный, наверное, да? Ничтожный. Ну, тут два варианта. Ну, по прямому смыслу, да, колкель, это какая-то бяка, именно через куф, это бяка. Колкель через каф, колкель через каф, это, наоборот, экономика, экономика. колкала от слова коль, да? По-любому, это что-то плохое. То есть, вот хлеб, он такой плохой, не крош. Да. Не крош. Это как вариант. Но, Раша пишет, что тут есть еще одна фишка, поскольку он очень интересно имел свойства, он усваивал с организмом полностью, никак не, так сказать, не выводился наружу в виде там каких-то отходов. Поэтому люди говорили, что что-то тут не то, какая-то пища такая нечеловеческая, что мы после этой пищи, мы как-то так, в общем, у нас что-то странное. Пища была, да. С организмом. Поэтому, может быть, может быть, она тоже какая-то плохо повлияет потом, это ее свойство как-то плохо потом повлияет на нашу организм. Душа требует чего-нибудь вредненького, а тут все. Ну да, там колбаски, колбаски там какой-то, не знаю. Ну, пожалуй, так. Я могу заметить, что в Израиле продается так называемый лехемкаль, легкий хлеб. Он как бы диетический, он действительно полегче, он какой-то воздушный, водянистый, и совершенно не насыщает. Но вот, очевидно, для тех, кто соблюдает диету, это выход. Понятное дело, что... У меня вопрос. Можно задать? Это Аврам, да? Да, это Аврам. Я вот вижу, сначала говорится, что Эйн Лехен, да, то есть нет хлеба. Да. А потом они говорят, а Лехен, легкий, в смысле, нету жира, невкусный, может быть, вот такое. То есть они говорят, нет, нет лехом, это делает как бы равенство, что вот лехом, но он есть, но он такой. Он не совсем лехом. Но это они о чем говорят? О манне. Это особая пища, да. Да, но вот поэтому они говорили, что это пища какая-то вот нечеловеческая. Мы хотим, может, человеческой пищи. С другой стороны, обратите внимание, что они ели ман. Котлеты по 7 копеек. Да, там хлеб, где хлеба было больше, чем? В фильме сует... Хочу человеческую котлету за 7 копеек. Понятно, да. Но педали станет маном, Они ели ман, они ели ман. То есть хлеб из ман они делали. Ну, есть мидраж... Ман это... Что ман принимал вкус любого продукта, который бы они захотели, за исключением разве что лука и чеснока. Вот, и поэтому они особо скучали именно по луку и чесноку. Это было раньше, когда они мясо захотели, говорили, что нет. Может быть, в этом и есть отличие между сынами из Исраэль, которые принимали... имели вкус разный, а те сыны, которые вышли из Египта, да, то есть те, которые еще остались, которые должны были умереть. А, понятно. Да, да, да. То есть для них это пить... То есть они худели от того, что они ели ман. Ну, те, которые должны были умереть, они уже умерли. Они худели. Нет. Нет, нет. Последняя порция еще осталась. Еще, я думаю, что все-таки роптали те, которые худели, худели... Помнили стипет, да? Не, ну подождите-ка, это уже должны люди вступить в землю Израиля. Все, кто был должен умереть, он уже умер. Тут уже не мертвый, тут уже не обреченыш. Нет, здесь... кроме Маше, там, из считанных людей, которые там, особо там отличившихся, все остальные уже в новое поколение. Это те, кто уже родился. Те, кто вышел... Я думаю, что роптали только остатки, те, которые должны были умереть. нет, все уже, там сказано, комментаторы пишут, что все, кто умер, то все умерли. Это уже 38 лет прошло. Ну, можно прокомментировать и по-другому. А ведь те, которые новые народились, они другой пищи не знали, кроме мана? Ну, вот поэтому, может быть, они жаловали, что мы хотим попробовать, попробовать хоть человеческую еду. Мы вот столько с рождения, кроме этой пищи, другой не пробовали, а мы хотим человеческую еду попробовать. Устали от космических тюбиков, да? Ну, вот, может быть, да, космические. Возможно, да. Хорошо, давайте почитаем, а то мы так не сдвинемся. Да-да-да. После всего можно подискутировать, если кому-то захочется. Да, ну, хорошо, давайте. Людмила, была теперь вы, Рефлиегу, потому что все прошли. Теперь я читаю, что, и послал Бог на народ змеев, жалищих, и жалили, и народ, и умерли многие из Израиля. Вот такая история. А вот это вот Ваямут надо читать, там безударный, да, Ваямут? Или нет? Ваямут? Ваямут? Вот, это Камат, в безударном закрытом слоге, он никакой читает случайно? Ваямут? Нет, безударный, безударный, закрытый, да, значит, Ваямут, но я думаю, Ваямут. А ударение-то ведь обычно в Эктоле на первый, вот на Ют, где, Ваямут, нет? Не думаю, почему. Стандартное ударение на последнее совпадает, да? Так, здесь у нас нет знаков к вентиляции, они нам могли бы помочь. А, да. Но, посмотреть, можно посмотреть, давай, интересно. Так, ну ладно, я думаю, это не очень принципиально, это уже даст. Так, итак, вам перевели, да? Да, вы перевели. На Хашпиле, это змеи, да? Причем, сарафимы, именно огненные, причем, не только жалищие, они горели, горели. Они обжигали уку своим ядом, говорят. Да, да, да. Так, понятно, Зайн, Анна, да? Да. Так, ва я во ам, ва я во ам, эль маше, ва юмру, хатану, киди барну, бе ашем, ва вах, ва ит палэль, эт ашем, ва я сэ, мэ алейну, эт ханахаш, ва ит палэль маше, бе ат аам. И пришли, и пришел народ к Маше, и сказал, согрешили мы, ибо, ну, дебарно, имеется в виду, роптали, или жаловались на Всевышнего и на тебя. И помолись Всевышнему, и как бы это самое, ну, как бы я сэр тут вот в данном случае, ибо страдаем мы или плохо нам этого самого, это тех самых малых, но это же, да, страдаем мы. Не, ва я сэр не убери от нас. А, вот так, я сэр убери, что-то я плохо. Устрани, устрани, да, устрани. Нет, почему, не знаю, здесь я сэр у меня как мучение переведено, может быть и устранить, да, я сэр могу идти, ладно, правильно, действительно, правильно, устрани от нас. Это коренное слово крышка, когда откидываешь крышку. Ир, ага, ну, ну, может быть. Да, для кастрюли. Да, да, так. Да. И убрал бы от нас эту самую, этих самых змей и помолился, Маше, за, на, за, беат, баат, за народ. Да, угу, угу. Да, отклонился, отворачивался. Помолился. Так. Да. Чудесно, Тимофей, хэт, да? Да. Хэт. Байомэрэшэм, эльмошэ, асэлеха, сараф, вэсім, ото, альнес, вэгая, коль анашух, вэра, ото, вахай. Переводим. И сказал Всевышний, Моше, сделай себе сараф, змея, получается. Да, по сути, змея, да, ну, по смыслу. Да. И поставь его альнес. Нес, буквально, это как, как шест. Альне, это и чудо. Ну, да. И поставь его на шест, и будет всякий укушенный и увидит его и будет жить. Да, да. Да, так оно и было. Сараф. Ну, отсюда, кстати, название ангелов Серафимы, не то же, Серафим, но здесь, конечно, имеется в виду змей. Да, мы знаем, что это был змей. Так, спасибо вам. Это, это был Тимофей Хэт. Да. Теперь это Людмила. Это Людмила, да. Да. Мы это прочитали. А, это уже было. Тет, тет, тет. Вая Ас Моше Нахаш Нахашет Ва Ес Вась Сейчас. Ва Ес Сим Ху Аль Анас АНЕС 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 там, да? АНЕС, да. Вливается немного. А, вот так получится. Ва ШЭМ Ва ШЭМ Ва ШЭМ Им Вегая Вегая И Были. Так, Вегая Им НашЭХ Опять что-то сливаться стало там ЦЭРы, да? НашЭХ, наверное. Ага. Да, Вегая Вгрупп не делали, а потом опять уменьшили. Ага. НашЭХ АНЕС Нахаш А, вот, да, спасибо. Нахаш ЭТ Нахаш ЭТ ИШ В ХИБИТ ЭЛ Нахаш ХНОХОШЕТ В ХАЙ В ХАЙ Ну, да, да, да. Так, и сделал МОШЕМ МЕДНОГО ЗМЕЯ и поставил его на на что? На ШЭСТ очевидно, да. И было и и было и было если если МОШЕМ РАЛИТ да на ШЭСТ ЗМЕЙ ЧЕЛОВЕКА и смотрит ну, ЗМЕЯ ЧЕЛОВЕКА и смотрит на ЗМЕЯ МЕДНОГО и будет жить. Да, да, да. И посмотрит он, взглянет на ЗМЕЯ и будет жить. Да, совершенно верно. Рассказывает, что отсюда пошла эмблема медицины аптеки ЗМЕЙ обвившийся вокруг чаши с ядом. Ну, это одно из объяснений. Так, продолжаем. Спасибо. Так, теперь Юлия, очевидно. Юд, ну, попросим Юлю и Юд. Олег тоже, да? Да. Да. Можно сделать небольшую реплику по поводу на ХОШЕД? Давайте, давайте, давайте почитаем все-таки, понимаете, у нас и так, у нас время не так уже нет. наша задача... Вы куда-то спишите, да? Мы просто нам хотим прочитать побольше. Маленькую реплику скажу, все. Дело в том, что вот с этим змеем медным он был внесен в храм потом. И в какое-то время он там еще оставался. но во времена, по-моему, царя Хискияу он был вынесен как, в общем-то, предмет идолопоклонства. Да, поскольку людям было свойственно думать, что вот этот змей сам по себе исцеляет, в то время, как все это шло от Всевышнего. Да, совершенно верно. Дело в том, что наша задача это читать и понимать слова, то есть буквальный текст. Все, что можно накрутить вокруг этого, очень интересно, но просто у нас на все не хватит времени, поэтому не обижайтесь, если мы вас где-то микрофоном обделим. Так, слушаем Юля, слушаем Юд, Юд, Алис. В общем, они выдвинулись из Исраиля и стали лагерем в Водя. В Водя. Да, это название, да, собственно, да. Так. Ваешу мэвот пехану бэ и ей и ей, и ей, и ей га аварим, ба мэдбар шэральпне муав, ми мизрах, га шамаш. А шамаш, да, 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 Так, ну, типа, потом они выдвинулись зуботой, стали лагерем в вот этом ие аварим, в пустыне имеется ввиду пустынной местности, которая перед муавом так, от мизрах к востоку, да, к востоку, да, от солнца, да, к востоку, к восходу солнца. Прямо так и говорят, да, от солнца. Зуреях, да, мизрах от слова зуреях восходить, да, восходят, да. То есть возле, на границе получается с малым, к востоку, от востока как бы солнца. Это, это смеху, да, мизрах? Мизрах хашамеш, да, пожалуй, так, да. Восход солнца, восход солнца. Да, да, так и есть. Да, да, Спасибо, Юля. Так, теперь Ютбет и, наверное, Ютгимел я возьму, да? Да. Там Миша. Покажите, пожалуйста, где вы читаете. Сейчас. Ютбет, Анна, покажите вы читаете. Спасибо. Так, так. Да. Мишам на Сау ваяхану ба Нахаль Заред. Оттуда двинулись и стали станом в Нахаль, в русле Заред. Нахаль, это может быть русло реальной реки, а может быть в воде, что называется, это пересохшее русло рек. Мишам на Сау ваяхану ме Эвер Арнон ашер бамитбар айоце мигвуль га Эмори ки Арнон гвуль муав бейн муав овейн га Эмори. Оттуда двинулись и стали станом за Арноном, который в пустыне. Выходит он от границы Эморийской, ибо Арнон это граница муава между муавом и между Эморийцем. Вот так. Так. Нахаль, ну я сказал, что такое. Нахаль это и Ручей и Вадим. Так. Юд Далет, пожалуйста. Да. Так. Так. Юд Гимель. Подождите-ка. Юд Далет у нас, да, уже сейчас пошло. Алькен Ям Ям Амар Ямар Бесефер Мельхамот Ашем Эд Вагеф Бесуфам Вээд Анахалим Арнон и поэтому говорится в книге Войн Всевышнего Вагеф ну Вагеф это то ли тоже топоним то ли тоже какое-то слово Вагеф Суфи и потоки Арнона ну вот тут в общем опять же я там написала примечание что там конкретно произошло там тоже интересно почитать потом можно будет почитать потому что тоже такой довольно долгий рассказ что там случилось конкретно когда проходили вот этим ущельем ущельем реки как там какое было тоже чудесное спасение и тоже интересно вот это упоминание книга Брани Всевышнего или Войн Всевышнего это да что же такое это некий текст ну в общем в Танахе упоминаются некоторое количество текстов которые видимо тоже были может быть потеряно да да так же как упоминается книга воин царя книга царей Игоды Израиля допустим упоминается или там родословие Адама решит упоминать Таледот Адам то есть что-то такое точно так вот этот вот Вагев какой-то перевод у нас есть ну Вагев это шло по-моему сейчас посмотрю от слова дай вот они пишут что и комментатор пишет от слова дать или дать давать да это арамейский да словарь это дал но и тоже Раш пишет Вагев что-то типа да что-то давать то есть там тоже был интересный момент но тоже вот там можно будет почитать там есть и рассказ у меня в примечании вот ага да 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 спасибо спасибо Анна теперь Тет Вав Тет Вав даем Тимофею да да Тет Вав Тимофею да так и потоки рек которые прилегают к Да, наверное. Да. К Ару. И продолжаются границы Мавы. Или огибаются. Типа опираются или огибают, или опираются, что-то такое, да, как-то так. Опираются на границу Мавы. Ну, как-то так, да, получается. Ага, то есть граница проведена по рекам? Может быть, да. Видимо, да. Так, спасибо, понятно, понятно, да. Да, вот я вижу примечание, которое Анна нам поставила в сайт. Так, замечательно. Тедзайн – это Людмила? Да. Умешам БРА. БРА, да. БРА – это слово с направлением, получается. Да, то есть в направлении к БР колодцу, да, дальше. Да, поэтому ударение не смещается. ХИ, АБР, АШЕР, АМАР, АШЕМ, ЛЭМОШЕ, ЭСОВ, ЭТААМ, ВЭТНА, ЛАЭМ, МАЭМ. И оттуда к колодцу, который колодец, о котором говорил Всевышний, АШЕР, добавил воды. ЭСОВ ЭТААМ добавил... Нет, СОБЕРИ, СОБЕРИ НАРОД. А, СОБЕРИ НАРОД, И Я ДАМ ИМ ВОДУ. Да, да, да. Да, спасибо. Так, ЮЛИЯ? Да, Юля. АШЕР, ИСРАЭЛЬ, ЭДАЛЬШЕРАМ, АЗОТ АЛИ БЕР, то есть ВЕР. И БЕР, да. ЭНУЛА. И так, тогда запела ИСРАЭЛЬ песенку вот эту. АЛИ, это как ВЕР. ПОДНИМАЙСЯ, ПОДНИМАЙСЯ, ПОДНИМАЙСЯ. ПОДНИМАЙСЯ КОЛОДЕЦ, то есть ПОДНИМАЙСЯ ВОДА, очевидно, в колодце, да? Да, ПОДНИМАЙСЯ КОЛОДЕЦ, ПОДНИМАЙСЯ ВОДА В КОЛОДЦЕ, И ОТВЕТЬ НЕЙ. В данном случае ОНО, это всё-таки ПЕТЬ, получается, ПЕТЬ или ВОСКЛИЦАТЬ. А, понятно, да. Иногда, вот Рафа и Лего, помните, мы с вами об этом говорили, иногда... Да, да, да. Дима ещё тут был тогда, Калашник, он говорил, что ОНО иногда может означать ПЕСЬ, кстати. Кто знает, это, я скажу, первое благословение после Ишма, это в вечерней молитве. За Илья, Ану, ВАМРУ. И ВОСПЕЛИ ОНИ ВСЕ, это Наш Бог, и ВОСПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ ВСЕПЕЛИ ОНИ. Так, подождите-ка, Юля была, значит, теперь вы получаете. Значит, я, да, Юг Хэт. БЕЭР, ХАФАРУГА САРИН, КАРУГА НАДИВЕЙГА АМ, БИМЕХОКЕК, БМИШАНОТ, БМИШАНОТТАМ, УМИМИДБАР, МАТАНА, УХ, ТЫ, ЗДОРОВА, да? Да, КОЛОДЕЗ, ВЫКОПАЛИ ЕЕ, ПОСКОЛОДЕЗ ЖЕНСКОГО РОДА, КНАЗЬЯ, КАРУГА, ТОЖЕ ЧТО-ТО БЛИЗКОЕ. ТОЖЕ ВЫРЫЛИ, ВЫКОПАЛИ, ТОЖЕ САМОЕ, КАРУГА, В ДАВНОМ СЛЕКОПАТЬ, ТОЖЕ КАПАТЬ, И ХАФАР, КАПАТЬ, И КАРАТУЖЕ КАПАТЬ, ВЫКОПАЛИ, ВЫРЫЛИ ТОЖЕ, да? ЗНАТНЫЕ В НАРОДЕ. би мэхокек лахокок это вытесывать и это писать законы хок от этого же корня би мэхокек это по слову законодателя как переводят эти комментаторы по слову всевышнему по велению по слову всевышнему того кто дает закон так понятно агаба мишан это опора посох имеется своими посохами выкопают князья народа своими посохами там непонятно о каком колодце идет речь один из вариантов что это тот самый колодец который сопровождал людей по пустыне и вот на каждой стоянке он появлялся и уже сами руководители каждого колена своими посохами делали канавки и эта вода текла уже каждому шатрам к лагерю каждого колена она текла и у всех была водичка понятно понятно да и последние два слова они уже относятся к другому сюжету и из пустыни в место под названием Матана но Матана мы знаем что это еще и подарок да из пустыни подарок буквально так получается да да наверное так спасибо вот так теперь ТЭТ ТЭТ то это получается Я да так Уми Матана Нахалиэль Уми Нахалиэль Бамот из Матана вот это вот место Матана то есть из подарка Нахалиэль Нахалиэль это поток Всевышнего или типа Долина Всевышнего в Долину Всевышнего а из Нахалиэль в Бамот а Бамот это высоты то есть возвышенности а из вот этого потока в Бамот высоты ну по прямому смыслу это перечисление географические названия да ну стоянки стоянки лагеря где были стоянки да да это так но если принять во внимание значение этих названий то как это написано в перке вот цитируется вот это вот место то есть от подарка к потоку Всевышнего и от потока и от потока к высотам вот так вот получается как-то да ну то есть все выше и выше и выше так ага спасибо Анна теперь Каф Тимофей да Тимофей да Тимофей Каф у ми Бамот агаэй ашэрбиздэ муав роша пизга вэнишкапа альпней а ешимон так да и от Бамот к долинам которые поле муава да верфина да верфина верфина да да верфина верфина так у ми шкафа альпней а ешимон ага ми шкафа это как ми шкафаем очки видны видимые да это не фаль получается виднелся виднется видится виднеющийся да да получается до ешимона или ешимон как-то переводит да вот да ешимон тут непонятно то ли пустынь иметь в пустыне то ли все-таки название пустынь это название да а гай это тоже место хотя это означает долина вот и да так понятно виден виднелся ешимон это какая местность у вас пустынная горисная из Бомота из Бомота вот этот гай который в поле Моава голова на вершине что на вершине вот этой пизги пизга это тоже вершина получается возвышенность на вершине вершины да может быть слово не шкафа взять как взор взор узреть да на вершине пизги что виднеется над пустыней правильно да все правильно то виднеется да взором взором или как-то так ну виднее виденц это не фаль то что оно не сама видна а ее видна не сама видит а ее видят она видна видна да так хорошо спасибо так каф кафалиф теперь да да теперь кафалиф это у нас так подождите как Тимофей читал теперь Людмила прочитать что да пускай допускай Людмила прочитает давайте да у нас народу мало просто пускай эбера 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 да совершенно верно да 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 на вор и послал из израиль ангел послов посланцев посланцев послал 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 к сихону царю и мореев говорят так эээ это будущее время полная форма прошел бы я перешел бы я по арцехам через свою страну да не сворачивая в поля и виноградники не не ништы не будем пить не будем пить воду из колодцев по дороге царя пойдем ну то есть по лапе на который до который а до до коля покуда до того как не перейдем твои границы да 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 мы пройдем не пользуясь ресурсами твоей страны то есть со своим колодцем блуждающим видимо ну по сути да да а что блуждающим видимо колодец который шел с Бенесра по пустыне да вода была в общем-то все вроде как было действительно не надо было так так теперь Юлия Кавгиммел да так э э б ра не-не это было Кавгиммел я Кавгиммел Кавгиммел да Кавгиммел Кавгиммел от Исраэль Абгиммел 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 Кавгиммел 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 Гавгиммел то есть Гавгиммел это буквально граница да по границам по местам да в границах его и так Алиф самых собирать и собрал Сихона весь народ свой и вышел по направлению к Исраилю да в пустыню и по лесу я отца это название местности да название местности туда вот этот Яхав да Ваилахэм и воевал и сражался с Израилем да сражался с Израилем да но это ему боком вышло спасибо Юлия теперь Кавдалит Я да Ва Янкейгу Исраэль лэфи хары вайраш эт арцом мэ арнон ад ябок ад бней амон ки аз гвуль бней амон так и побил вот здесь тоже корень шутцов слове мака мака и побил Израиль мечом лэфи хары хэрэп это меч и Ва Яраш и унаследовал да и страну его от арнона до ябока до сынов амона потому что до границы границы гвуль до границы гвуль сынов амонов да потому что это граница сынов амоновых да ага понятно понятно а с ними воевать пока тоже было не вовремя еще по-моему как я помню что не вовремя не я слышал с ними воевать еще было не велено пока что да 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 смотрите там ситуация такая на Исраиле не должны нападать первыми но могут защищаться и отбить а понятно ну хорошо Анна а можно спросить вот эти выдержки этих слов словаря это из каких словарей или из этого словарей словарь есть сейчас как он называется словарь это ирис то есть современного там они библейскую лексику дают они такое про боговаря не всегда правда совпадают не всегда но удивилась про самлю немножко про самлю немножко удивилась я всегда да ну больше современных конечно потому что в многих случаях да такие есть расхождение но как раз ирис в этом отношении очень хорош а комментарии из других мест поняла а комментарии есть в сайте Раши и Санчин есть да 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 не ну сабли а что такое сабли сабли это в принципе меч более узкий и кривой в принципе были сабли мне кажется были а какая разница меч или сабли металлическая как появился железо так появилось и такое оружие появилось Ну, надо посмотреть. Не могу сказать. Не прямо отверждаю наверняка. Не знаю. Ладно. Ладно, хорошо. Так, подождите-ка. Вы читали, теперь получается я. И захватил Израиль все города, все эти города, ну, имеется в виду вот этих вот этого Сихона и всех его царства. И, ну, как бы осел, сел, ну, в общем, стал жить или стал жить Израиль в этих городах иммарийских, в Хешбоне. И в его, ну, Бнотеиха, в данном случае, это не дочери его, а именно Беслоу Бина. Бина – это типа, ну, строение или пригород. Они переводят как пригород. Хешбоне с его пригородами, так скажем так. Или с его строениями, строениями, может быть. То есть, как будто бы порождениями, да, вроде бы его? Ну, Бина, Бина же это еще строит. Бина строит, и Бина – это строение. А Бина, кстати, это еще разум или рассудок. Так что это одно из вариантов хохма Бинадат. Это вот один из вариантов разума. Так что, не знаю, насколько это амоним, или это тоже какая-то связь между ними есть. Вот, так что, да. Так. Так, теперь Тимофей у нас. Тимофей, да. Да. Потому что Хешбон город царя, Сихона царя Эморейского, он. Да. И он завоевал в войне. Ага. Вот, царя Муава. Да. Сперва. Он, наверное, это в начале, да? Сперва, да. В начале. Нет, или с прежним царем. Он воевал с прежним царем, да. А, с прежним царем, понятно. Он забрал у него этот самый город. Да, и взял все земли его, из руки его, до Армона. Да. Да, именно так. Да? Угу. Так, прекрасно. Спасибо, Тимофей. Теперь Кафзайн. Людмила, да? Так, Кафзайн у нас Людмила, да. Кафзайн, Людмила. Алькен, Йогу, Амошлим. Амошлим, да. Боу, Хэшбон. Да. Тибане. Витконен. Витконен. Витконен, да. Ирсихон. И досюда, досюда, Алькен. Алькен, поэтому. Поэтому. А, это как, Лахан. И поэтому сказал... Мошлим, вот, да. Я так понимаю, что это слово Машаль. То есть сказители, те, которые говорят Машаль. Да, написано, да. Ну, написано у меня слева. Скажут они, но я просто чувствую. Ага. Понятно. Пойдемте в Хэшбон. Пойдемте в Хэшбон. Да, вот, это название города. Построим. Сейчас. Да. Построим. Построим, да. И основуем, обоснуем, да. Будем основывать, да. Город Сихон. Только это не мы, это вы. Вы, вы войдите, вы построите, вы обоснуетесь. Обоснуетесь. Или укрепите его, или обоснуетесь. Будительная, да. Да, наверное, так. Так, сказатели, притчи. Да, понятно, понятно. Спасибо, Людмила. Теперь Юлия Каф-Хэт. Да. Кэш, яца, яца, мэхэжбон, лэгаба, мэкрат Сихон, охла, ар, ор, да. Ор-Моав, или ар, это название, ар-Моав, ба-ле, ба-мод, ар-Нонна. Да, 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 верно. Потому что огонь вышел из Хэжбона, туда, куда, лэгава, это пламя буквально, да. А, лэгава, пламя из... Да. Кирья, Сихон, Кирья, как Кир, это город, так называют... Кирья называется город, окруженный стеной, да. То есть из города Сихона. И пожрала вот этот ар-Моавийский. Да. Так. Так, ба-ле, это же господа, да. То есть господ вот этих... Да, да. Бамот в Ороне. Да, в Ороне. Бамот это вершина, наверное, да. Да. Да, ну вот тут такое... Я бы сказал, поэтические тексты нам попадаются. Не всегда они понятны. Да, спасибо, Юля. Теперь кафтет, очевидно, мой, да. Так. Ага. Ну, я думаю, мы успеем сегодня закончить, да. Хотя голова, да, довольно большая и непростая, да. Ой, леха, Моав. А вадата им... А, пардон. Ам Кемош. Натан банав. Летим. Увнотав. Баш вид ламелых эмори сихон. Ой, тебе, Моав. Да, то есть горе тебе, Моав. А вадата через Алиф. Это значит, ты пропал, народ Кемоша. Кемош – это имя божества. А, Моавского дал ты сынов плетим, как это сказать, пленные, нет? Ну, беженцы, вот написано, беженники. Беженцы, 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 да. Ну, изгнанниками, изгнанниками. А, понятно, да. Изгнанники, да. И дочерей пленницами, да. Ламелых эмда царю эморийскому сихону. Вот так получается, да? Ну, это речь идет о прежнем завоевании, когда у этого самого царя Моавского отобрали этот город, и этот самый сихон отобрал у него этот город. Вот. Вот так они и жили примерно. Хорошо. Так, Анна, пожалуйста, Ламет. Так, сейчас, секундочку, у меня упал зло куда-то. Так. Так, вот Ламет, так. И такая штука. Это вот продолжение вот этих вот притча, сказателей, притча, что они там говорили, какие песни пели. Вот слово Нирам, словарь мне ничего не дал, но я так предположила, поскольку в переводе сказано «И поразили мы, типа, с какими-то выстрелами или стрелами». Поразили мы их стрелами. Ну, Нирам, видимо, отстрелил слово «стрелять». Мы их в них стреляли. А, может быть, или там, да. Мы их в них стреляли, и пропал вот этот Хежбон. Погиб Хежбон от Дивона. До Дивона мы, видимо, до какой-то местности, где там они его, где они его захватили. «Венашим ад Нофах». И нашим от слова, видимо, опустошать. Ешимон. В пустыне или шум, ничто. Ешим – это, видимо, Эфиль. И опустошили мы его до Нофаха, который близ около Медвия. Медвия тоже какая-то местность. Ну, Медвия – это известное место. Оно упоминается, ну, например, в Мишне, насколько я понимаю, это именно оно упоминается. Ано шеем Медва. В Мишне – Микваут. Да. Да. Мой знакомый по фамилии Медвецкий. Надо ему подсказать этимологию фамилии. Он будет рад. Да. Ну, скажи, вот какое-то местечко, какое-то местечко, мне говорят, в Белоруссии или в Украине. Украине. Все очень хорошо, все проще. Ну, почему бы Мишне – Медведь оттудров. Объясняйте. Фамилии евреи получили в начале XIX века, в частности, российские. Так что по названиям местечек чаще всего не давали. Как Бродский там или Слуцкий. Так, спасибо. Это Анна читала. Ну, давайте я прочитаю «Ламет Алим» и заодно «Ламет Бет». «Ламет Алим». И поселился Израиль и еврейский народ в стране эморийской. Так. И послал Моисей разведать «Яазер» – это название местности, да? «Ваилкеду» – это захватили, да? Нет, «Ларагель» – это именно выслеживать. Вот как «Мераглим» – разведчики, то есть на разведку послать. «Малкодет» – это ловушка, капкан. И захватили наверх. Нет, это собирать. Вот он пишет мне «Лакет» – это собрал. А, понятно. И что-то они там собрали и захватили. Что-то, может быть, захватили. Банутеева – это дочерей? Да, захватили, да. Захватили они. Они захватили. Банутеева – не дочерей, а опять же пригород. Это какие-то городки. А, то есть Боне. Или строение, или постройки. Это легче, это уже понятнее, да? Вайореш – это Айморьи. И, так, сейчас, внучка. Овладели Айморьи. Ну, наследовали, овладели, наследовали, да. Так, да, Ашершам, который там. Так. Ламед Гимел, ну, три послука у нас осталось. Я думаю, мы успеем сегодня, да? Так, ну, давайте девочкам отдадим, отдадим у нас. Хорошо, хорошо. Сколько у нас? Вот сейчас Тимофей пускай почитает. Давайте, давайте. Тимофей, Ламед Гимел, да? Да. Ламед Гимел. Совершенно верно, да. И отправились. Повернулись. И поднялись. Да. Да, пенал. И поднялись, да. Да. Повернулись и поднялись дорогой Баршана. И вышел ок царь Баршана встречать их, он и весь народ его для войны к Адрею. Воместительство Адрей. Да, какой-то местительство. Ну, если я встречаю марокканцев с фамилией Эдри, который происходит от этого слова в Торе, почему Медведскому не иметь фамилию от Медвий? А потому что, опять же, фамилию люди получали именно конкретно по тому месту жительства. Вряд ли у них в семье двухтысячелетняя история сохранялась. Ну, как знать, надо спросить. Надо спросить. Нет, нет. Это очень... На губы не ходили? Нет, нет. Это очень... Известно, что, например, династия чернобыльских раввинов, этих цадиков, она, на самом деле, возилась фамилией Тверский по имени города Твери. Это действительно не по... Но это ботови же люди. Вот. Так что... В Ешивах же учились, они могли это самое... Когда брали не только по местности, кто-то и... Вот, ну, надо узнать, была ли такая традиция, ну, маловероятно, конечно. Ну, может быть, всё, может быть, конечно, надо узнать. Так, давайте закончим. Была Медвий? Да, мы перед... Да, да. Людмила. Людмила и Юль. И как раз на двоих, Людмила и Юля. Как раз. Людмила и Юля. И сказал Всевышний Моше, не смотри... Не бойся. А, не бойся, не бойся его. Не бойся его. Ибо в руку твою я даю его, и весь народ твой, и всему народ... Весь народ его, и весь народ его, и всю страну его. И страну его, да. И ты... Вот, посмотрите, в Асито мы переводим в будущем времени, потому что Баб переворачивает. А вот Асито здесь мы переводим в прошедшую линию. И ты сделаешь ему, как сделал... И ты сделаешь ему, как ты сделал Сихону, царю Марии и Марийцев, который жил в Хешбоне. Идит в Хешбоне, да, да, верно. Замечательно. Спасибо. И Юля заканчивает. Продолжение следует... И весь народ, пока не, как бы, пока без, пока не... Да, в Пилтигиш Ир, пока не осталось буквально, да. Остатка выжившего, да, вот этого Сарит? Да, Сарит, да. Пока не осталось выжившего. Никого из выживших не осталось вот так вот. Да. Угу, угу. Ага, ага, ага. И так, вот этот глагольчик у нас... А я... А я... Наследовали, да? И захватили землю его. Да, 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 да. Да, да, да. Это все, да. Да, замечательно. Мы с вами справились с двадцать первым параграфом. Еще раз спасибо Анне, которая подготовила и вела сегодняшнее занятие, по сути. По сути, а я всего-навсего чуть-чуть вот помогал. Угу, ну, с Божьей помощью, через неделю... Поправляйтесь, пускай поправляйтесь. Спасибо, спасибо. Будем стараться. Имборо. То-да, то-да. Так, и напоминаю вам, что на этой неделе в Диаспоре читают две недельные главы, и таким образом догоняют Израиль, от которого отстали с момента праздника Шивода. То есть в следующий раз мы уже как бы будем одинаково идти, да? Да, да, да. Значит, это что у нас был? Какая голова, еще раз напомните мне? Хукат? Да, да, да. Это Хукат. Хукат, мы посмотрим, да, там как там на будущем. Да, да. Ну, все зависит от того, да, что мы там недоразобрали в прошлые циклы. Можем и вперед забежать, можем и назад вернуться. Так, всем большое спасибо. Счастливо, всего наилучшего и до новых встреч.